Мы начинаем серию встреч в студии «Слово-историку». И у нас сегодня в гостях два человека, которые, наверное, о будущей нашей теме, о которой мы будем разговаривать, знают в нашей области больше, чем кто-либо. Это Валерий Александрович Перфилов, кандидат исторических наук, старшенаучный сотрудник Ленинского мемориала и, конечно, человек, который о Владимире Ильиче Ленине знает больше, чем какой-либо человек в нашем городе. И Людмила Ивановна Бенгина, сотрудник экспозиционного отдела. Тема нашей сегодняшней встречи звучит, как строка из неоконченной биографии Владимира Ильича Ленина «Родился я в Симбирске». Но мы поговорим не сколько о его автобиографии, сколько о том, как принял город. Потому что, когда человек приезжает в новый город, семья переезжает, то впоследствии в воспоминаниях мы можем прочесть «Город принял», «Город был жестким» или «Город был приветливым». И если мы почитаем о всех городах России, то обязательно в каком-то одном слове мы все равно видим взаимоотношения человека, приехавшего в новый город, ставшие ему местом жительства, местом работы и так далее, ту оценку, которую он проносит через всю жизнь. Так вот, 22 сентября 1869 года семья Ульяновых успела на последний пароход из Нижнего Новгорода и к 25 сентября прибыла в город Симбирск. Как их здесь встретили? Как сами они оценили этот город? Людмила Ивановна. Ну да, что из себя представлял Симбирск? Когда сюда приехала семья Ульяновых, надо сказать, что это уже был город с определенными историческими и культурными традициями. Это был город, где в 18 веке появился первый театр в России, где в 1838 году начала выходить одна из старейших провинциальных газет «Симбирские губернские ведомости». В августе 1845 года недалеко от центральной площади был открыт памятник Николаю Михайловичу Карамзину, а через три года его именем была названа общественная публичная библиотека. Это был город, который пережил очень серьезный пожар в 1864 году, и этот пожар уничтожил практически две трети города. Поэтому, когда семья Ульяновых приехала в Симбирск, то есть этот город как бы начал заново отстраиваться, и город строился по генеральному плану. И как многие вспоминали, кто бывал в это время в Симбирске, что это был красивый город, то есть с очень интересными архитектурными зданиями, которые появлялись в центре, с широкими просторными улицами. Сенатор Сумароков, который в 1838 году объехал к ряду 12 губерний, отмечал, что город расположен красиво и правильно, лучше всех прежних. Сравнил с Тамбовой, Пензой, Тулой, Воронежем и отметил, что центральная улица, Большая Саратовская, очень красивая, широкая, шире всех улиц петербургских. Другие тоже не такие широкие, но тоже хороши. А вот когда сюда приехала семья Ульяновых, они поселились на улице Стрелецкой, это практически центр города, у них уже было двое старших детей, это дочь Анна и сын Александр. И надо сказать, что Анна оставила воспоминания, ну, можно так сказать, не очень лестные об этом городе. Анна написала о нем как о глухом, чуждом, захолустном городке, сравнивая его с более оживленным Нижним Новгородом. А как взрослые оценивали то, как они перебрались в город Симбирск? И, собственно говоря, Илья Николаевич, который получил большую территорию, на которой ему предстояло трудиться, и, как впоследствии писали историки, он отстроил замечательную систему образования. То есть это было не просто исполнение чиновничьей работы, это было очень ответственное, небезразличное отношение к тому, что он делал. Вот что входило в сферу его деятельности, и как ему это удалось, и, собственно говоря, оставалось ли он время на своих детей, и как так получилось, что вот семья оказалась под влиянием отца, который, в общем-то, и сформировал своих детей с точки зрения мировоззрения? Ну, во-первых, надо понять, что само по себе было удивительно, что Илья Николаевич покинул Нижний Новгород, где у него была прекрасная работа, замечательная квартира. Нижний Новгород был, несомненно, выше в тот период нашего города и по культуре, и по развитию. Но, как писала Анна Ильинична, Илья Николаевич – это дитя реформ Александра II, человек, который вышел из низов, и это было очень популярно. Получив всё от государства в тот период, он стремился отдать свой долг народу. Это была такая идея, которая тогда охватывала большие слои населения интеллигенции. И поэтому ему хотелось работы пошире, и прежде всего не для обеспеченных детей, как говорилось, а прежде всего для детей вчерашних рабов. И поэтому, конечно, вот такой переезд – это было тоже такое серьёзное решение переехать из этого города. Илья Николаевич приехал на должность инспектора народных училищ. Такая должность впервые и появилась. Потом он стал директором народных училищ. Губерния была колоссальной по размерам. Это миллион двести тысяч, и территорий больше нашей современной Ульяновской области. И, конечно, я хочу сказать, деятельность была его исключительно значительно большая. И как-то у нас в гостях был министр тогда ещё Советского Союза образования, когда я ему показывал книгу входящих, исходящих документов, то, что делал, где было, перечислял то, что делал Илья Николаевич. Он действительно удивился и сказал, да он один работал как целый департамент образования. И ведь у него задачи были какие сложные. Говоря современным языком, не освоить деньги. А задача заключалась приехать к крестьянам, собрать их, уговорить их, собрать деньги для того, чтобы построить школу. Вы можете представить, деньги на школу не выделялись. Деньги выделялись только на учебники, на учителей. И поэтому, конечно, это была такая колоссальная задача. И с этой задачей он справлялся буквально месяцами путешествия, если так можно сказать, по Симбирской губернии. И результаты, конечно, ее были значительные. Они даже были отмечены и в центральных журналах. И это отмечалось, что образование было поставлено в Симбирской губернии очень значительно. И, конечно, роль Ильи Николаевича была велика. И роль Марии Александровны. Мария Александровна, она не получила систематическое образование. Она сдала экзамены на звание, самостоятельно подготовившись, сдала экзамены на звание учительницы начальных классов. Но весь свой талант педагога она отдала как раз семье, воспитанию семьи. И поэтому, конечно, когда мы пытаемся понять, кем стал Ленин, каким образом он стал, конечно, это прежде всего нужно посмотреть, как он воспитывался в этой семье, что в этой семье ценили. А в этой семье ценили. Это был и культ образования. Можете представить, Илья Николаевич открыл первый, как говорят, вот эту вот череду медалей, которые в семье Ульяновых. Шесть медалей было в семье Ульяновых. И первый получил Илья Николаевич, еще будучи участь в Астраханской гимназии. Это был первый случай за всю 40-летнюю историю той гимназии. И поэтому, конечно, вот Илья Николаевич, Мария Александровна, традиции семьи. В советское время даже так говорили о том, что семья Ульяновых – это некий прообраз семьи будущего. Это культ образования, культ книг, это музыка, это семейное самовоспитание. Чего стоит традиция выпуска семейного журнала «Субботник», который выпускался по субботам. И тогда вот у Владимира Ильича появился первый псевдоним Кубышкин. Мы можем сказать, что это единственное, действительно, в советское время это было как прообраз семьи будущего. Но ведь, по большому счету, таких семей, то есть это сочетало два начала. С одной стороны, это классическое дворянское образование, когда соединяется знание, искусство и умение, в общем-то, встраиваться в общество. И второе – это когда то, что связано, вот вы говорили, с идеей неоплатного долга, с тем, что, в общем-то, общество вроде как ждет, что люди образованные действительно будут нести этот самый свет. Да, я хочу сказать, что таких было очень много. И если посмотреть вот даже историю работы Ильи Николаевича, это ведь была Пенза, и там была такая же ситуация фактически, когда многие молодые люди принимали участие уже в тех событиях, которые тогда происходили после отмены крепостного права. Нижний Новгород, состав преподавателей, это были все друзья, товарищи Чернышевского, Линского. То есть это была такая необычная среда. И поэтому, конечно, все это воздействие, и плюс, конечно, это журналы, литература, на чем воспитывались в тот период буквально целое поколение в России. Самым главным примером и образцом, конечно, у тех людей, которые имеют счастье иметь старших братьев и сестер, конечно, обычно являются старшие. Вот в семье Ульяновых для детей, конечно, были примером старшая пара, брат и сестра Александра Анна. Вот что из себя представляла учеба старших братьев, и что из них перенимали младшие? Известно вообще, что Владимир Ульянов, он очень любил и ценил своего старшего брата, и пытался во всем на него быть похожим. Но тут, знаете, если вот, например, в продолжении разговора, что медалей было шесть, то есть все дети учили замечательно, все старались. И все, я считаю, наверное, от природы были очень одаренными людьми, потому что, ну, тут талантов было масса. Но Владимир продолжил вот эту традицию, он также по окончании гимназии получил золотую медаль, как, кстати, и Александр, он тоже закончил гимназию золотой медалью. Если Александр поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на естественный факультет, вот, то тут, наверное, можно говорить, что Владимир пытался быть во всем на него похожим и учился. Учеба ему давалась очень легко, в общем-то, это отмечают все, и друзья по гимназическому классу, и дома, кстати, тоже Илья Николаевич беспокоило то, что вот он легко так готовился к занятиям. И, ну, наверное, что касается вот музыкального образования, то да, Анна и Александр, они не играли. Вот мама пыталась же всех как-то приучить играть на инструменте. Вот, кстати, у Владимира это очень хорошо получалось, он очень хорошо играл в четыре руки с мамой, с младшей сестрой Ольгой, а вот Александр как-то к этому, к этому то ли таланта не имел, то ли, может быть, как-то не проявил должного интереса. Но Владимир, кстати, тоже перестал заниматься музыкой, я имею в виду инструментом, когда пошел в первый класс в гимназию, может быть, тогда это было непопулярно. Окончание гимназии, конечно, совпало у Владимира с трагическими событиями. 8 мая 1887 года как раз произошло событие очень трагическое в жизни семьи. Был казнен старший брат Александр за покушение на царя Александра Третьего. Но даже вот несмотря на это, Владимиру удалось собраться, сдать достойные экзамены, получить золотую медаль, и он решил, что будет поступать в Казанский университет. Но может ли это вот событие, Эльсон, считаться, что вот поворотным? Дело в том, что у многих историков и биографов Ленина считается, что 1887 год, это поворотная дата, он именно якобы в этот период произносит свою знаменитую фразу «Мы пойдем другим путем». И те, кто восхваляли Ленина, говорили, что это вот та кристаллизация, которая сделала его будущим революционером, те, кто критикуют или относятся более умеренно, говорят, что это та точка невозврата, когда молодой человек разочаровался в том обществе, которое его фактически воспитало, потому что он столкнулся, безусловно, с очень сложной ситуацией, когда брат государственного преступника, ну и вообще семья, которая была достаточно, ну высоко ценилась в симбирском обществе, вдруг внезапно оказывается совершенно в другом положении. И учитывая, что Володе в это время было 17 лет, конечно, в то время взрослели старше, но тем не менее, то есть это достаточно такой хрупкий возраст с точки зрения восприятия мира. Вот можно ли эту точку считать такой вот? Действительно такой интересный вопрос, потому что часто в литературе, которая существует по этому вопросу, и когда пытаются поделить, а когда же или где же он начал формироваться как революционер, то вообще было время, когда все спорили за приоритет. Наши местные историки говорили о том, что вот он здесь в Симбирске уже сказал эти слова, он уже стал, можно сказать, революционером, самарцы говорили у нас, казанцы говорили, что именно там, в Казани. Но, конечно, казнь Александра, она сыграла такую важную роль, но я думаю, что она не является абсолютно единственной причиной того, что вот он встал на этот путь. Это было характерно в целом в тот период для общества, хотя и была такая фраза тоже, когда Владимира спрашивали, а что ты будешь делать? Это уже вот в Казани. Он говорил, да что мне делать? Моя, да мне дорожка уже проторена старшим братом. Другое дело, что если бы он следовал его пути, он стал бы, может быть, эсером или еще, так сказать, представителем какой-то, он все-таки решил идти по другому пути. Я думаю, что, в принципе, здесь сыграл целый комплекс причин. Это и обстановка, и литература, и семейное воспитание, традиции, которые были, демократизма в этой семье. Поэтому вот все это в комплексе, но всегда бывает какое-то, как говорят, какое-то отдельное событие, отдельный пункт такой, который является таким толчком. Наверное, такую роль сыграла, конечно, вот казнь старшего брата Александра. Как вот мы выяснили, даже по одной теме родился я в Симбирске. Много споров. И даже города претендуют на то, где он стал революционером, и Казани, и Санкт-Петербург, да, и Симбирск. Конечно, Симбирск, это безусловно, то есть там, где нету никаких споров, родился он в Симбирске, о чем он, собственно, и говорил. И это, наверное, самое яркое событие, которое как минимум породило этого человека. И даже спустя 150 лет мы спорим о том, что же сделало этого человека частью, достоянием не только российского общества, но и всего мира. На этом мы не ставим точку, мы скорее ставим запятую, потому что это только первая программа из цикла «Слово историку», цикл встреч, которые посвящены 150-летию со дня рождения.